Добрый день, уважаемые зрители. Вот сегодня мы продолжаем серию передач «Результаты лечения». И сегодня ко мне пришла Оксана Вейдеманис. Мы сколько с тобой уже не виделись, Оксана? Ну, около четырех лет. Около четырех лет. Причем она пришла не потому, что не сама, а просто ситуация с мамой, причем мне так нравится, звонит и говорит, Петр Александрович, вот с коленом у меня все нормально, вот теперь проблема с мамой. С мамином коленом. Слушай, а ты вот напомни, что было с твоим коленом. Потому что я даже, если честно сказать, я тебя помню, а колено уже не помню. Значит, колено у меня просто очень сильно болело. Я хотела по врачам... А после чего заболела? Заболела, ну, в детстве была травма. В детстве даже? Не на горных лыжах? Нет. На горных лыжах, ну, я, наверное, просто уже добавила. Потому что... А на коньках? Это было еще очень давно. Так. А просто на горных лыжах, да, я добавила. И что с коленом было? С коленом оно опухло. Я не могла согнуть ногу. То есть она как вот, ну, деревянная была, можно сказать. Вот. И обращалась к врачу, мне сказали, что резать. Я говорю, а что это такое? Ну, разрежем и посмотрим. Слушай, мне так нравится. Я говорю, как это, посмотрим, а вдруг там ничего нет. Нет. Пошла к другому врачу. Тоже делать снимок. То же самое сказали, тоже резать. Ага, постой. То есть и первый, и второй сказал, резать надо. Да, да. Что непонятно, но резать нужно. Да, никто не мог понять, потому что на снимке было вроде бы так, все нормально. То есть таких глобальных изменений нет, но решили на всякий случай залезть, посмотреть. Да, да. Потому что колено было очень обухшее. И, ну, как вот, как вот водянка, что ли, я даже не знаю. Да, ну, колени, да. Так. Вот. И чем больше я, как бы, вот нагрузку давала, дерево становилось еще хуже. Еще больнее, отек сильнее. Да, отек сильнее. Слушай, а компрессы обезболивающие, там, уколы какие-то? Нет, уколы я не делала. Я просто обезболивающие пила, естественно. Пробовала какие-то компрессы, я же не помню, ну, медицинские. И как долго вот это болело? То есть я так понял, что с детства еще побалевала, а здесь просто уже посидеть. С детства не то, что даже побалевала, просто вот была травма, она пережита была и забыта. А добавлено уже вот в возрасте, ну, 35 лет. И как долго ты с этим, с этой проблемой занимался? Ой, долго. Долго, потому что я, в общем-то, щадила колено, да, то есть оно там полегче мне становилось. Я вот лежала, не двигала, там, делала какие-то там всякие массажи, да, компрессы. Мне становилось там лучше чуть-чуть. Вот, потом нагружала опять то же самое. Ну, то есть это, наверное, было, ну, года три точно. Года ты тоже хороший, Сташа, я думал, поменьше. Слушай, а потом ты попала ко мне и, по-моему, направила Стас. Да. Стас, Наташа, ну, что мы с тобой делали, я не помню, компрессы, гимнастики. Вы меня положили, я помню, значит, и, как вот сказали, знаете, знаешь, жилы вытягивают. Вот я сейчас буду все это делать. Тогда точно, как у мамы сегодня, да? Да, 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 я пережила сегодня то же самое. Все-все тоже самое. То же самое, да. Ну, я как... И боль была жуткая, то есть это даже не то, что я когда-то ее, ну, вот, ощущала, когда она болела, а вот, ну, и что-то. Ну, зато потом какое-то волшебное такое состояние, как будто даже... Ну, сейчас зрители слушают, скажут, чего он там делся. Суть предельно простая. Вот сустав, он стоит на месте, вокруг окружают связки и мышцы. И если одна из связок или мышц работает негармонично, то она сустав деформирует, и сустав начинает вытирать и, как бы, делать новый сустав. Вот здесь возникает как раз страшная боль. Есть два варианта выхода из этой ситуации. Или расслабится связка, и сустав встанет на свое место. Или связка, она не расслабляется, а становится все крепче, сделает так, что образуется новый сустав. И этот сустав образуется за счет артроза. Вот принцип, да? Поэтому иногда, когда делают операции, то случайно, подходя к суставу, разреждают эту связку. Сустав освобождается, результат не потому, что сделали. Поняли, да? С течения обстоятельств. Слушай, сейчас как самочувствие? Замечательно. То есть никаких проблем, ничего нет? Я забыла. Забыла. А сколько мы с тобой занимались? Я хотела помочь в группу. А еще и гимнастика была? Да, гимнастика я хотела взять. Вот гимнастика, которую как раз можно посмотреть в занятиях из зала. Ну и, собственно говоря, ты знаешь что? Вот мне бы хотелось два слова, чтобы сказала и твоя мама. Сегодня первый прием у Валентины Федоровны, собственно говоря, мы только что поднялись, да? Да. Ну и, собственно говоря, она мне принесла там и снимки, и все. И здесь действительно очень такая, я бы не сказал даже серьезная, очень достойная травма. Потому что, как вы эту травму получили? Ну, я эту травму в юности получила, когда занималась парашютным спортом. Ну, прыжки были, все. И вот один из прыжков был неудачный. Это сколько лет назад было? Ой, ну это мне было 19, а сейчас мне 60, можно говорить? 65. Можно говорить, потому что вы выглядите намного моложе. Самое главное, насколько выглядишь. А вот, и вы знаете, как-то... То есть это получается уже чуть ли не 30 с лишним лет назад, да? И, так сказать, боль все время в колене была, да? Вы знаете, боль вот в юности и молодости как-то не было ее такой вот резкой боли. А вот с возрастом я ушла на пенсию, у меня прям обастрелось. И сколько вот сейчас уже болит так заметно? Да болит уже лет, ну, наверное, лет 10 болела. И я все то мазала, то это, то уколы у меня. А вот последнее время... А последнее время вообще было невозможно. Я с утра еще могла как-то так ходить спокойно, встать нормально, а к вечеру все это опухало, адская боль. Немесил мне нельзя было принимать и вообще обезболивающее, потому что я аллергик. Все понял. И еще скажите мне, а сгибать ногу? Мне невозможно было. Это вот градуса на 45, я уже ее не могла дальше согнуть, потому что, ну, такое, как перетяжка какая-то была, я не могла ее не согнуть. И вы через силу, через боль пытались что-то сделать? Что-то пыталась, что-то там, ну, ничего не помогало. Но будем говорить так, сегодня процедура... Волшебная. Волшебная, да, но когда вы там... Петр Александрович, я вообще просто такое состояние было, как будто бы я не на кушетке, а где-то вот летаю, и вообще как будто бы вы не руками, а аппаратом каким-то там меня грели. Я просто не видел. Так, ну, а, так сказать, больно заметно было, да? Боль, вы знаете, ну, очень было больно, и когда вы меня вот все про... Все сделали, Глеб. Да, все сделали, я пошла, я даже... Я даже боялась идти. Ну, это... Сказка, не сказка, а фильм был. Праздник святого Йоргина, или когда она, ребята, говорит, все, вставай, иди, она встала. Да, я боялась пройти. Скажите мне, сейчас нога вот попробует согнуть. Да, великолепно, я вот гну, и нет у меня там боли. Причем, чтобы вы поняли еще, это не обезболивание, а именно освобождение. То есть, когда освобождается связка, а связка с годами, она набирает силу. То есть, связки, это как мышцы с маленькой амплитудой, но с огромной силой. И они очень быстро тренируются. Причем, сила их такая, что иногда бывает ситуация, когда люди падают, например, в пропасть, или падают вот там с дома, и там даже внизу их ловят. Оказывается, пока не летят, у них ломаются кости. То есть, связки разламывают все. То есть, вот то, что у вас было, и растянуть ее нужно иметь очень большую силу. То есть, это не массаж, потому что массажем это ничего не сделаешь. Массаж – это мышцы. Разогрелось, что-то сделать, так сказать, как погладить. А это приходится настолько сильно, и самое главное, что нельзя сойти с этого места. Но, с другой стороны, вот как и у тебя, сразу же дает освобождение, причем не важно, сколько лет. А если вот такой сустав, он начинает травмироваться, туда внутрь вводят лекарства, делают операции. Если коленный сустав, то он может раздавливать еще и мениск, травматизация мениска будет идти. Сейчас в ноге тепло есть немножко. Да, тепло. И позвоночник, потому что мы здесь еще и с позвоночником. Ощущения прекрасные, хорошие. Ну, будем говорить так. Вот зрители как раз смотрят вас, вы будете заниматься в зале, и через какое-то время мы еще проверим. Обдаленные результаты с дочкой уже понятно. А теперь сама надо. Ну что ж, хорошо, спасибо большое, что нашли время. Ну, а мы посмотрим через какое-то время, как у нас пойдут результаты еще дальше. Спасибо большое, Светлана Александрович. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ну, как бы специалисты хорошие, очень хорошие, ничего не хочу сказать, но они сами не знали. Что дальше делать? Что дальше делать, да. Слушай, а что было с коленом? После аварии серьезной, как бы застарелая травма, потому что сначала ничего, никаких показателей не было. Через год заклинило ногу в сложенном положении, и все, с этого все началось. И потом что, боли, отек? Боль, отек, даже после операции, каждые 10 дней откачивали жидкость. Вот из суставной. Причем там, по-моему, с кровью была даже геморроза. С кровью, да. И как бы, ну, ничего не помогало. Я уже как бы был готов даже на тот же, наверное, искусственный сустав, потому что, как бы, это не жизнь была. Слушай, а вы с чего начинали? По-моему, начинали сидя. Сидя, 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 начинали сидя. Ну-ка, садитесь. Начинали вот с самого, с самого вот. Вот так, и пяточки. Пяточки, да, подтягиваясь слегка поближе, потом отпускаю. Покажи, вот здесь вот все, что помнишь. Ну вот, насколько помню, повороты. Вот эти, да. Да, скручивания. Вот. В действительности, когда ничего не болит, и этим не пользуешься, вот приходится доставать как-то из головы это все. А фактически же это мне вот дало эту жизнь. Слушай, это прошло с 2006 года, это практически прошло сколько времени? Четыре года. Четыре года. Ну вот за эти четыре года как? Отлично. Сейчас веду полноценную такую жизнь и на лыжах катаюсь. На простых, на горных? На горных лыжах. На горных лыжах, на охоту хожу, на зимнюю особенно люблю по сугробам полазить. Вот пошли, вспомнил океанах. Вот, да, 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 да. Вот, как бы коньки, ну, никаких ограничений. С перехода, с перехода и быстрее, 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 Мое мнение, хочу сказать, что в действительности жалею, что не встретил Петра Александровича и Муслима раньше на год, когда я мучился с этим совсем, потому что было бы, наверное, и нога подлиннее на сантиметр. В связи с операциями укоротилась, но мне хотя это не мешает. В действительности операция, ну может быть кому-то она помогает, но это такое радикальное средство, а ваша клиника дает человеку такое здоровье без вмешательств. Ну в некоторых случаях операция нужна, но вот как даже продолжение, чтобы люди не ждали, что сделали операцию, можешь ничего не делать, все будет хорошо. Юр, я хочу поблагодарить, потому что, знаешь, важно не только, что мы даем, а важно, что есть люди, которые берут. Огромное тебе спасибо за твое здоровье. Вам спасибо большое. Спасибо. Так что к нам только здоровым приходите. И приходи обязательно. Теперь только в гости. Спасибо. 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 Девушки 10 дней назад во время игры... Переводите. Это был надрыв над коленником. И у нас есть первый диспансер, где лечатся лучшие спортсмены. И 10 дней назад ей сказали, что две недели она вообще не должна двигаться. Ну вот сейчас прошло 10 дней, я как раз занимался системой по восстановлению людей. Сейчас я покажу, что она делает. Это гимнастик. Так, что сделал. Еще, еще, еще. И побежал по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему. А теперь посмотрите и скажите, какое колено у нее больное. О-о-о-о. О-о-о. 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 Остановилась. Пройтись, покажись, какое колено у нее больное. Совсем бездоро. Еще, сейчас я ее могу пускать уже на соревнования, но я хочу сделать так, чтобы она себя чувствовала лучше, чем до травмы. Чтобы у нее даже прошел страх боли в этом колене. То есть она ходит нормально, она может попрыгать на больной ноге. А сейчас вам порно или нет, если мы это самое... Он сказал, он признал, что это, конечно, очень мегалепно, здорово. Это наш любимый пациент, который сделал действительно уникальный результат. Когда даже травматолог, и даже мой травматолог, который не делал результат, Ольга Юрьевна и так говорила, что лучше не начинать гимнастику, лучше подождать 10 дней. Но как раз в остром случае можно сделать уникальный результат, потому что как раз нету сращений. В двух словах, что было? Был остановленный аварию. Перевернулся в курите. Травму 5-го позвонка. В одном медучреждении сказали уши. Юрная сеточка. В институте Буртенко предложили операцию. По полкам. Все понятно. В двух словах, какие жалобы были? Что беспокоило? Сильные головные боли. Больше днем отбили. Двигаться тяжело было? Не совсем комфортно. Все понятно. И когда начали заниматься гимнастикой, через сколько дней появился результат? Я думаю, день на второй. После второго дня начали уже верить. Когда почувствовали себя, что состояние уже полностью нормальное? Абсолютно нормальное. Через 4-5 дней было. Повязка, когда находилась, она нормальная? Чувствовали себя? Да, безусловно. Повязка давала как раз то, что здесь одновременно шла гимнастика и специальная повязка, которая лучше фиксирует, чем вратник. Безусловно. 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 Ульяна. Безусловно. 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 сроков начала реабилитации. Снимок сделан 5 мая, то есть через полтора месяца после травмы. Переломы полностью срослись. Сохраняется клиновидная деформация пятого шейного позвонка, незначительное смещение задних структур тела позвонка в сторону спинномозгового канала. Однако, учитывая самочувствие пациента, можно сказать, что результат лечения данной тяжелой травмы очень хороший. В заключение хотелось бы заметить, что при традиционной методике лечения компрессионных переломов шейного отдела позвоночника, реабилитация, как правило, активная не начинается раньше, чем произойдет консолидация перелома, то есть не менее, чем через 2-2,5 месяца. Все это время человек находится в фиксирующем воротнике, развивается мышечная гипотрофия, и процесс реабилитации идет гораздо сложнее и занимает гораздо больше времени. В данном случае человек через полтора месяца вполне активен, он работает, он выполняет какие-то работы по дому, помогает жене и, в общем-то, вполне полноценен. И, как он сам утверждает, что он чувствует себя сейчас лучше, чем он чувствовался до травмы. Назад я попал в аварию в Германии на трассе Нербурглинг на северном гипре на автомобиле Порше и сломал стопу на правой ноге. И наложили гипс, и, в общем-то, был прогноз такой, что около 6-8 недель выходили гипсы. Вот. Через 2 недели была следующая гонка, там же в Германии. Очень хотелось поехать, поэтому я обратился к Пете и мы начали с ним работать. Вот. На следующий же день по приезду в Москву мне сняли гипс. Вот. Мы работали каждый день на протяжении 10 дней. И, в общем-то, так получилось, что через 10 дней я оказался в Германии уже без лангеты. Максимум, что мы сделали это, сделали просто жесткую стельку у гоночной обувь. И, то есть, нога была хоть и правая, которой и тормозишь, и даешь на газ. Вот. Тем не менее, я очень хорошо проехал гонку. Я заехал на подиум автомобиле Порше в чемпионате Германии по длинным гонкам. В общем-то, все было более-менее удачно. Ну и потом, в принципе, нога не беспокоила. Ну и, собственно говоря, сейчас вообще какие-нибудь проблемы есть. Справа на ноге нет. Справа на ноге нет. Саш, какой день после полного разрыва? 28-й. 28-й после полного разрыва и после 14 дней реабилитации. Покажи Ахилл. Вот. Прекрасно оперированный. Подожди. Прекрасно оперированный в Японии. И посвящается номер Бетхаму. Так. На носочки. Вот это такие. Ох, молодцы. Вот как он может. Вот. И прям коротко. Раз-раз. Одно движение. Второе. Раз. 28-й день. Хоп. 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 Поворачивайся спиной. Ага. Мы должны получить цветовую карту. Получаем цветовую карту. Посмотреть цветовую карту. Очень интересно. Она зеленая, красная. И элементы есть синего. Вот синие элементы, если здесь посмотреть. Хат денсити – это плотные ткани. А яркие, зеленые и красные – это не плотные ткани. Это растяжимые ткани, да. Вот смысл, чтобы получить хороший рубец, нужно, чтобы вся карта была преимущественно зелененькая или красненькая. Тогда рубец будет адекватный. Растяжимый рубец. А если у нас цветовых локусов синих больше, это говорит о том, что очень плотный нерастяжимый рубец. Здесь, в данном случае, очень хорошая рубцовая ткань формируется. И в динамике, когда мы будем смотреть уже через месяц, может быть, посмотрим, когда рубцовая ткань будет полностью сформирована, когда уйдут вот эти сосуды, мы будем делать нормальную махину зеленого цвета. Вот как, например, на соседней конечности. Эта диагностика, если так посмотреть, является самой объективной. Я правильно понял, да? Она объективная, она не субъективная диагностика. Здесь мы можем померить коэффициент жесткости или плотности. То есть, если сравнить, например, не с супразвуком, а с компьютерной томографией, то есть она дает статику, она дает целостность, но она не дает... Вот смотрите, здесь нормальный ахилл. Он зелененький. Вот он. Но сиенкий тоже элемент. Это уже элементы мышечной ткани идут. Вот сверху прямо зелененькая полосочка – это ахилл. Он же нормальный у нас, не толстый. Вот он зеленый. Видите, даже волокна видны. Вот он, зеленый ахилл. Вот он. Да, 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 да. Это волокна зеленые. А все, что вокруг – это мышечные ткани. Ахилл сам в себе зеленый. И мы должны добиться, соответственно, чтобы зеленый ахилл был и на этой ноге. Но, как правило, после операции и после всех процессов, когда идет стандартная схема реабилитации, здесь все поле синее. А у нас уже красный, извиняюсь. Слышишь, Саша? А уже появляются участки, да. Как правило, все-таки мы на таких ранних стадиях не видим вот этих вот зелененьких и красненьких участочков, да. То есть, если посмотреть, вот такая картина когда появляется примерно, по срокам? По срокам такая картина в нормальной схеме реабилитации может вообще не появиться. А нам просто ахилл весь будет синий. Весь фрукцово изменен. Только нормальный ахилл зеленый. 7,58 см в секунду. Это методика ОРФИ, методика оценки акустической плотности. Или в метрах в секунду, или в сантиметрах в секунду. Очень высокие показатели. Это значит высокая эластичность. То есть, пробиваемость, прохождение. Вот это как молн достаточно высокая в этой зоне. А в норме? В норме, вот как раз норма, это вот норма. Вот это норма. 7,58 метров в секунду. Представляете? Как быстро он проходит. То есть, он не затухает, а проходит. То есть, это как через кровь. Жидкостная среда. Получается, Вы получаете рубец в виде желеобразных волокон, который потом... Ну, позади чего он может делать? Вероника, два месяца прошло. Покажи немножко. Толщина нормального ахила. Сейчас, секунду, просто покажу. Вы видите только ахилл. В принципе, он уже... Через два месяца. То есть, через два месяца он только должен снимать. Да. А пробегись еще. Причем, это работа... Вы смотрите там, я смотрю здесь. Да. Это, конечно. Это впечатляет. Саш, и покажи, что ты можешь через 76 дней после разрыва ахилл. Американские врачи считают чудом, если пациент поднимает пятку. Покажи, что можем мы. Небольшие праздники. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В марте 2002 года в клинике города Тулку Наталья Огнева была прооперирована. Было произведено сшивание, укрепление мест частичного надрыва сухожилия. После операционного периода она проходила реабилитацию по плану, предложенному клиникой города Тулку. Однако в октябре 2002 года, то есть через полгода после первой операции, были выявлены на магнитной резонансной томографии изменения в дистальном отделе ахиллового сухожилия с его истончением, со скоплением жидкости под ахилловым сухожилием и в толще его по типу кист. И был поставлен диагноз повторный частичный разрыв ахиллового сухожилия. Было произведено повторной операции. В послеоперационном периоде пациентка прошла реабилитацию по методике Петра Александровича Попова. Мне повезло, потому что я восстанавливалась по уникальной методике доктора Попова. Во-первых, восстановление шло в несколько раз быстрее. Во-вторых, без боли, контрактур, отеков, без потери мышечной массы. В-третьих, спустя 7 лет я вам заявляю, что я не имею никаких проблем с той ногой, на которой была произведена операция. Она стала крепче, надежнее. Я чувствую себя более уверенно, чем до травмы. В-третьих, спустя 7 лет я вам говорю, что я не знаю, что я не знаю. В-третьих, спустя 7 лет я вам говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Петра Александровича Попова. Мы занимаемся ортопедией, хирургией, травмой. Он занимается реабилитацией. И слава Богу, благодаря его помощи, наши больные возвращаются к нормальной, активной жизни. Потому что сделать операцию – это полгер. А добиться отличного функционального результата, я не даром говорю, отличного, поскольку хороших не бывает. После его реабилитации бывают только отличные. И больные уже через несколько недель практически забывают, что с ними будут. И возвращаются к нормальной, счастливой жизни. Мы работаем и сейчас, и, надеюсь, будем долго работать совместно и в будущем. Спасибо за внимание. Профессор Загородний Николай Васильевич, руководитель Центра эндопротезирования суставов ЦИТО, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народа. Президент Ассоциации травматологов и ортопедов города Москвы. Работать с доктором Поповым доставляет одно удовольствие, а для пациентов, я считаю, это счастье. Те, кто попадает к нему в руки. Так что я вас приглашаю к клинику Попова и желаю всем вам удачи. Меня зовут Гажёнова Вероника Евгеньевна. Я доктор медицинских наук, профессор. Работаю на кафедре лучевой диагностики, управлении делами президента в учебно-научном медицинском центре. Работаю с ультразвуком уже 17 лет. Сейчас работаю активно с инновационными технологиями, в частности с сонной эластографией. Розительные перемены произошли за неделю. Здесь изменилась плотность ткани. Плотность той рубцовой ткани, которая была у пациента после застарелой травмы. Она изменилась за неделю. Смотрите, здесь выросла эластичность, эластичность старого рубца. И мне кажется, это произошло за счет именно активного кровоснабжения, активного притока крови. И если начинать раннюю реабилитацию, я увидела таких пациентов, у которых начата была ранняя реабилитация именно с доктором Поповым. У них происходит раннее восстановление правильной фибриллярной структуры за счет сформирования правильной эластичной рубцовой ткани, функциональной ткани. Моя методика включает в себя опыт народной медицины разных народов, а также самые современные технологии из ведущих медицинских и реабилитационных центров со всего мира. Методика включает в себя целостный подход к состоянию здоровья. И цель методики сделать так, чтобы человек после лечения чувствовал себя лучше, чем до травмы, и имел очень хорошие отдаленные результаты. Применяются следующие методики. Остеорефлексотерапия. Массаж сухожилий. Массаж связок. Внутрисуставной массаж. Массаж надкосницы. Применяется физиотерапия. Космические технологии по восстановлению космонавтов. Биом-волна. Известные методики. Тревела. Массаж. Специальные повязки с препаратами, которые улучшают питание, кровоснабжение. А самое главное, тренируют связочный аппарат и восстанавливают правильную форму конечности сустава при разрыве ахилла стопы так, что конечность принимает более правильное, более физиологическое положение, чем до травмы. Применяются дыхательные гимнастики. Гимнастики на реакцию, на координацию, на собранность, на целостность. Применяются капиллярные гимнастики. Используется психотерапия, специальное питание, пищевые добавки. Я также применяю гипотерапию, лечебную верховую езду очень высокого уровня. Часто мое лечение заменяет сложные, дорогостоящие операции. И я заменяю неудобный, тяжелый гипс на очень легкие, удобные, приятные повязки, которые дают еще и очень хороший контроль. Важно, что лечение идет под непрерывным, очень внимательным контролем врача. И используются самые современные методы диагностики. Причем они используются в несколько раз чаще, чем обычно. Реабилитация и лечение идет по 6-14 часов в день. И самое важное, что применяются мои личные наработки. Моя методика в несколько раз по скорости и эффективности превосходит известные регламенты ведущих центров Америки, Европы и Азии. Лечение проходит в санатории Бесчегда на Николиной горе, в Праге, Чехия. Америки. Бесчегда на Николину. Продолжение следует...